127 новых заболевших коронавирусом в Кировской области. В целом по России в больницах проходит лечение больше 300 тысяч россиян. Это данные Роспотребнадзора. При этом далеко не все заболевшие лечатся в условиях стационара. Большинство с болезнью пытаются справиться дома. И это тоже оказывается непросто. Моя коллега Елена Шарыгина победила COVID-19 и накануне закрыла больничный лист. Обо всех этапах лечения на личном примере расскажет сама Елена. Ну во-первых я пришла на прием еще не было 8 утра и я уже была 46 в очереди в регистратуре. Там я простояла 40 минут. После этого меня отправили к специалисту, к терапевту, где я еще полтора часа просидела в очереди. Пока я находилась в больнице всего 3 часа практически. В этот период несколько человек приходили. Кстати это были люди пожилого возраста. Одна женщина пришла для того, чтобы получить направление на какую-то операцию. Хотя до этого врачи в нашей поликлинике говорили о том, что приходить можно только с симптомами ОРВИ и ни с какими больше. И женщина вела себя очень агрессивно. Она была видимо с родственницей. Они устроили скандал сначала в регистратуре, потом у терапевта. Также мужчина приходил, ну судя по его внешнему виду, ну 60 плюс на его возраст. Он просил направление на анализ, что тоже можно было сделать в другой поликлинике, где больше места, где разделены какие-то потоки пациентов. Несколько человек приходили и говорили о том, что у них коронавирус. Они стояли в общей очереди с другими пациентами. Например, те, кто пришел закрыть больничный, кто был контактный. И у них, например, результаты теста отрицательные. То есть они могут заразиться в любой момент. И люди приходили и жаловались на то, что они не могли дозвониться до регистратуры. А им нужно было, например, на рентген, на КТ, на флюорографию, контрольные мазки делать или что-то еще. И они были вынуждены уже в какой-то момент просто прийти в регистратуру, заявить о себе, напомнить о себе. Потому что дозвониться было просто нереально, потому что я тоже несколько раз пыталась это сделать, но безуспешно. Ну и напоследок я бы хотела рассказать о том, что же у меня, какие итоги моей болезни. А как оказалось, уже на приеме у терапевта, мой лечащий врач в процессе моей болезни ушла то ли в отпуск, то ли еще куда-то. И должна была передать информацию обо мне к другому специалисту, но этого не произошло. И, ну, если говорить очень грубо, то меня попросту забыли и никому меня не передали, и меня никто не наблюдал. Но благо, что со мной все было в порядке, у меня никаких осложнений не было. И получилось так, что 15-го числа у меня должна была быть врачебная комиссия, чтобы мне продлили больничную, но этого не произошло. На прием я пришла только 19-го числа, уже имея два отрицательных теста.